и вообще не маханаем не напомнил добрый вечер всем добрый вечер всем мы сегодня продолжим читать первую маковейскую книгу но перед этим я пожалуй решил сделать такое некоторое методологическое вступление которое носит отчасти такого характер базисный основополагающий потому что иногда спрашивают а зачем собственно нам читать маковейские книги понятно когда мы изучаем танах священные книги еврейского народа там как бы вопросы в этом плане возникают гораздо меньшей степени но книги которые не были включены в канон где-то на шибе да и на иврите не сохранились почему их собственно говоря читаем мы читаем их по разным причинам конечно скажем те кто исследует специально этот период понятно читают потому что это один из основных источников по этому периоду но даже не специалистам чтение маковейских книг может принести достаточно много так сказать информации к размышлению поскольку историям хасманейского царства его возникновения его заката в общем феерическая история релевантна и в наши дни помимо своего исторического значения релевантна в наши дни потому что в каком-то смысле создание государства израиль в чем-то похоже на создание государством хасманеев хотя и предпосылки были разные и перед созданием государства хасманеев с еврейским народом не произошла столь масштабная и ужасная катастрофа которая произошла в двадцатом веке но тем не менее государство хасманеев тоже возникло в результате преследования евреев и борьбы евреев за независимость это некоторая сходная черта наше сегодняшнее государство существует меньше ста лет мы конечно очень хотим надеяться на это наше государство называют третьим государством третьего храма абайта шлиши вот и мы конечно очень хотим надеяться что она просуществует как можно дольше и вообще сказать и никогда не закончить свое существование вот но мы должны извлечь уроки из того что произошло тогда почему хасманеевское царство просуществовала по сути дела чуть больше ста лет и пала прекратила свое существование а еще через сто с лишним лет произошла ужасная катастрофа и был разрушен храм часть народа ушла в римское изгнание как бы это те уроки те уроки исторические которые мы так или иначе должны извлекать с тем чтобы какие-то трагические страницы истории не повторялись одна из причин а это в этом ничего не написано в первой маковейской книге вообще в маковейской книгах ничего не написано это написано скорее у флавия рассказано у флавия а также были в романистической литературе одна из причин почему хасманеевское проект хасманеевского царства не выдержал проверку времени заключается в том что его съела то что впоследствии мудрецы назвали термином сенатки нам напрасная ненависть напрасная ненависть к в народе это всегда приманка для его врагов и мы сами могли быть свидетелями того как это напрасная ненависть которая разъедала наш народ течение последнего года к чему она привела и это как бы не просто какие-то домыслы это установленные факты потому что как мы знаем из допросов а массовских боевиков которые были захвачены было выяснено что одна из таких центральных причин нападения как бы ощущение того что можно напасть и это будет удачным нападениями для является как раз то обстоятельство что в течение последнего года израиль воевал сам собой вот поэтому вы чтение изучение истории хасманеевского государства чрезвычайно важно для нас и сегодня а это было в качестве такого вступления вступление в тему а мы с вами находимся сейчас в одиннадцатой главе первой маковейской книги и я сейчас открою текст напомню вам что деметрий второй или деметрий некатор воцарился после того что ему удалось привести к уничтожению соперника александра балоса как сказано это то чем мы закончили в прошлый раз во всем что он обещал ионатану он изменил и не воздал за сделано ему добро и сильно оскорбил его вот с этого места мы продолжаем читать 54 стих после того возвратился трифон и с ним антиох еще очень юный он воцарился и возложил на себя венец значит и так интриги и борьба за власть вселивкицкой вселивкицкой империи продолжается и вот теперь некто трифон этот трифон сыграет довольно большую роль дальнейшем повествовании он будет виновником гибели ионатана маковея и все что мы знаем об этом человеке свидетельствует о том что это был человек абсолютно беспринципный не имеющий никаких убеждений помимо одного единственного убеждения жажды власти все что его интересовало это захват власти и поэтому он переходил от одного властителя к другому и был и на стороне александра балласа и теперь потом переметнулся к деметрию второму а теперь он решил 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 поддержать малолетнего сына александра балласа антиоха будущего антиоха шестого который был тогда ребенком который в сущности говоря был трифоном воцарен и собрались к нему все войска которые распустил деметрий и начали воевать с ним и он обратился в бегство и был поражен надо отметить что когда деметрий захватил власть то увидев что земля как сказано здесь покоится перед ним такое библейское выражение он действительно распустил войска чем вызвал большое недовольство потому что это были наемники которые которым платили деньги теперь они этих средств существованию лишились поэтому деметрий совершил такую вот стратегическую ошибку ослабил сам свое царство ослабив чрезвычайно ослабив армию и в результате когда трифон объявил антиоха царем то войска деметрия войска деметрия перешли на его сторону в результате чего царство не деметрия подошло к стремительному концу и и как тут сказано взял трифон слонов и овладел антиохи то есть овладел столицей на самом деле здесь в этом тексте пропущен некий кусочек который я бы хотел восполнить более правильный более полный текст первой на корейской книге сообщает что антиох малолетний находился у какого-то арабского вождя по имени и молкуя который у которого видимо в тех же местах во время отец антиоха александр балла пытался тоже найти убежище когда бежал и был в результате убит теперь сын его оказался там откуда трифон его и забрал в результате трифон вместе с антиоха вместе с антиохом прошли победным маршем и овладели обладели антиохией откуда собственно откуда у трифона были эти слоны мы на самом деле точно не знаем что это как бы вообще говоря часть царской армии но видимо поскольку он постоянно перебегал от одного правителя к другому то он как бы тихомолку таким образом создавал армию и те повторю войска которые собрались к нему который распустил деметрий видимо действительно включали и включали войска войска состоящие из слонов теперь теперь мы видим что все правители практически все правители пытаются каким-то образом наладить отношения с юнатаном поскольку он на данный момент является совершенно реальной силой в реальной силой в на ближнем востоке и вот тем же самым таким же точно образом и антиох отправляет юнатану письмо и говорит ему так предоставляю тебе первосвященство и ставлю тебя над четырьмя областями и ты будешь в числе друзей царских то есть фактически те же самые обещания которые которые получены были юнатаном от от предыдущих властителей далее сейчас одну секунду я проверяю одно место здесь да ок и и послал ему и послал ему золотые сосуды и домашнюю утварь и дал ему право пить из золотых сосудов и носить порфиру и золотую пряжку а сима брата его поставил начальником от области тирской или от лестницы тирской до пределов египта то есть это там где сейчас западная граница между израилем и ливана то есть сим он который воевал прибрежной низменности становится военачальником вот всего запада и выступил юнатан в поход и проходил по ту сторону реки иордана и по городам и собрались к нему на помощь все как тут сказано сирийские войска и и вошел он пришел к ашкелону и встретили его жители города с честью и оттуда он пошел в газу но жители газы заперлись осадил он город и сжег огнем предместия его и опустошил их и упросили жители газы ионатана и он примирился с ними только взяв заложники сыновей и начальников их и отослал их в Иерусалим и прошел всю страну до Дамаска мы здесь немножко остановимся и как заголовки сегодняшнего занятия было заявлено чуть-чуть поговорим о городе газ город газа а за как по-арабски называется а за это город который известен нам достаточно давно он упоминается уже во времена египетского фараона тут масса третьего это пятнадцатый век затем газа упоминается в телемарнском архиве то есть времена фараонов аминхотепа третьего и аминхотепа четвертого и он же эхнатон то есть это четырнадцатый век ну ну и естественно газа упоминается неоднократно в Танахе чуть более поздний период причем в ряде случаев она упоминается просто как обозначение некой южной границы ханаана то есть последняя остановка последняя остановка перед египтом если идти по побережью да это называется на еврите адбуаха аза так и упоминается в ряде рассказов в том числе таких известных рассказах как рассказы о шимшоне да мы все помним как в шимшон рассказывается как он поднял азатские ворота аз аз был город изначально ханаанский а потом начиная с тринадцатого века это город конца тринадцатого века это город который был захвачен народами моря то есть плештин хорошо нам знакомы или филистимляне это одна из групп так называемых народов моря которые хлынули с районов игейских островов и малой азии на ближний восток и дошли до границ эгипта были остановлены с большим трудом с большой кровью рамсесом третьим двенадцатом веке и часть из них осели на побережье западном побережье и вот так называемые плештин филистимляне поселились в пяти городах три из которых на побережье с севера на юг аждода шкелон и газа и два чуть-чуть восточнее экрон и гад причем танах представляет это как пятиградия да то есть как бы некое единое правление пяти городов что-то наподобие того что мы находим в истории древней Греции хотя вполне возможно что эти города были достаточно автономны и как бы каждый жил своей жизнью но что мы действительно узнаем из библейских текстов что это то что филистимляне были врагами Израиля и находились в состоянии перманентного конфликта это описывается как книги судей так затем книги Шмуэля Давид Шлумо постепенно начинают теснить филистимлян значит некоторые города филистимские были захвачены Танах утверждает что Шлумо правил от Тевсаха до Газы Тевсах это место на территории современной Сирии нам известно что в восьмом веке до новой эры царь Хискияу захватил город Икрон и дошел до Газы затем Газа подпала под власть как и другие филистимлянские города под власть сначала Ассирий потом Вавилона а потом Персии и Греции постепенно переходили эти города из рук руки Александр Македонский как известно осаждал Газу и взявший ее сжег тогда город и многих увел в плен эта ситуация продолжалась и более поздние времена мы видим что Йонатан Хасманей захватывает Газу вслед за тем это делает и его потомок Александр Янай который Газу захватывает и тоже сжигает в общем это надо сказать постоянный источник конфликта при этом надо отметить что исходные данные Газы крайне благополучны это город мог быть едва ли не самым цветущим городом на ближнем востоке это морской порт он соединяет фактически Азию и Европу с Африкой это последний порт на пути в Африку торговля шла через газу торговые пути вот и то на самом деле во что газа при благополучных условиях могла бы превратиться свидетельствует например в наше время поселение гушкатифа на это такой как бы райский сад но одновременно у газы был всегда такой взрывоопасный потенциал который превращал ее в источник конфликтов то что за нее воевали разные стороны это вполне понятно еще изначально и египетские фараоны которые взяли под контроль ханаан естественно потом конфликты между филистимлянами и израилем иудеем в первую очередь и вот теперь в хасманийскую эпоху тоже так как мы видим может быть это тоже некий урок насколько мы реально можем его использовать и извлечь вот урок как Йонатан поступил с газой когда было необходимо в нее войти жители газа заперлись он осадил город сжег огнем предместья его и опустошил их и тогда жители газа упросили его и он примирился с ними взяв заложники сыновей начальников их и отослал их в Иерусалим и прошел страну до Дамаска то что происходило тогда возможно не может происходить сейчас но по крайней мере мы понимаем на основании того что происходит перед нашими глазами что любое такое обыскать уступающее поведение с врагами по отношению к врагам такое вот миндальничание может привести к трагическим результатам и наоборот когда Израиль проявлял свою силу как мы видим в стихах нами сейчас прочитаны тогда и результаты были гораздо более благополучные как для самой газы поскольку она не была стерта с лица земли так и естественно для Израиля для израильского войска то есть в тот момент когда Иернафтан проявил силу и убежденность в своей победе и в своей правоте в этот момент в этот момент в этот момент была одержана победа значит это я не собирался здесь рассказывать историю газы от начала до конца история продолжается и римскую эпоху и арабскую эпоху и естественно в турецкую кстати говоря не так давно известный израильский русскоязычный гид Ицхак Фишелевич прочел такую очень поучительную лекцию об истории еврейского присутствия в газе еврейское присутствие в газе как раз вот примерно и датируется вторым веком до новой эры то есть хасманейской эпохой после захвата газы ионатаном туда начинают вливаться еврейское население те кто хочет сможет послушать эту эту поучительную лекцию а вы продолжим по тексту и услышал ионатан что пришли кедыш кедыш в галилее кедыш галилее это тот который упомянут книги судей в войне двора и барака военачальники деметрия с многочисленным войском чтобы удалить его из страны значит и так на данный момент на данный момент на данный момент есть две силы как бы двоевластия селевкидской депроги со мной стороны в антиохи сидит антиох шестой воцаренный трифоном деметрий 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 же б пытается каким-то образом собрать собрать свои войска тем чтобы отвоевать отвоевать свой трон с одной стороны а с другой стороны поскольку как мы уже читали союз между юнатаном и деметрием вторым пришел к краху поскольку деметрий не исполнил свои обязательства то значит этот конфликт сейчас набирает сил и вот юнатан идет им навстречу туда в Галилею а своего брата Симона оставляет в Иудее и расположил Симон стан свой при Бейтсури и осаждал его многие дни и запер его Симону и удастся в результате захватить Бейтсур и превратить его в еврейский город и просили его о мире и он согласился но выгнал их оттуда и овладел городом и поставил в нем стражу вещи которые происходили тогда на сегодняшний день вряд ли возможны но сегодня как мы знаем всерьез идет разговор о добровольном исходе жителей газы из этого сектора удастся это реализовать или нет отдельный вопрос тогда как в те времена мы видим хосмонийские правители не церемонились со своими врагами ионатан же и войско его расположились станом при водах венесарецких то есть около кинерета и утром встали на равнине которая здесь названа Насор но на самом деле правильнее это Асор да правильнее Асор значит это собственно говоря то место где находился древний город Хацор да вот Хацор это как раз война между двором и бараком военачальником царя Хацора сестру вот там как раз и происходило и как бы теперь на этом же месте другой бой и вот войско иноплеменников встретилось с ним на равнине оставив против него засаду в горах само же шло навстречу ему с противной стороны и вышли бывшие в засаде из своих мест и начали сражаться тогда все бывшие с Йонатаном обратились в бегство и так автор первой маковейской книги вполне реалистично описывает ситуацию при которой в тот момент когда Йонатан и его войско были зажаты между двух огней его войско обратилось в бегство ни одного из них не осталось кроме Матафи сына Авшалом и Иуды сына Халфеева начальников воинских отрядов надо полагать что не имеется ввиду что с ним осталось два человека а что из всего войска осталось два отряда которые возглавлялись этими людьми и разодрал Йонатан одежды своей и посыпал землю на голову свою то есть знак траура и молился потом возвратился сражаться с ними и поразил их и они бежали как именно ему удалось поразить врагов автор маковейской книги нам не сообщает значит что именно произошло в истории воин такие вещи случались когда одерживающая победу войск в результате обращалась в бегство здесь у нас нет никаких возможностей получить дополнительную информацию и увидев это убежавшие от Йонатана возвратились к нему и с ним преследовали их до Кедыша до самого сна на их и там остановились в тот день пала от иноплеменников до трех тысяч мужей и возвратился Йонатан в Иерусалим на чем и заканчивается одиннадцатая глава предпоследняя глава которая рассказывает о Йонатане и если мы подытожим эту длинную главу тут было много событий то мы можем значит сказать что с одной стороны центральной осью этой главы это является рассказ о соперничестве за селевкидский престол сначала между Александром Балой и Деметрием вторым и в результате этого Александр Бала вынужден был бежать и погиб в Арабе получает поддержку и у Александра Бала и затем Деметрия второго при этом это дает ему возможность укрепить свои позиции в Иудее и в Иерусалиме он осаждает Акру Йонатан правда на этом этапе Акру не захватывает но несмотря на гнев Деметрия второго ему удается как сказано было снискать благоволение царя затем Йонатан просит у царя чтобы тот освободил иудею от налогов царь на это соглашается пишет ему письмо которым обещает очень много но как сказано далее то с чего мы собственно начали сегодня сам Деметрий потерял как бы бдительность и в тот момент когда воссел на престоле распустил армию чем и воспользовался Трифон который забрал у из Аравии юного сына Александра Антиоха шестой и фактически Бацарилову Йонатан по-прежнему осаждал крепость и просил у Деметрия чтобы тот убрал войска из Акры и из других укрепленных поселений Деметрий соглашается но просит помощи у Йонатана с тем чтобы тот помог им Йонатан действительно на первом этапе отправляет в Антиохию к Деметрию три тысячи отборных воинов но в конечном счете начинается бунт против самого Деметрия в городе и он вынужден бежать при этом еще перед этим говорится что Деметрий не выполнил свои обещания которые он дал Йонатану и фактически Йонатан переходит под эгиду юного антиоха шестого который тоже подтверждает все его все его привилегии после чего мы вот сейчас как раз прочитали о том как постепенно Йонатан расширяет границы еврейского еврейских поселений в на территории иудеи и побережья захватывает ашкелон и газу воюет в галилеи и опять таки ему удается и там закрепиться то есть фактически Йонатан создает такое вот государство в границах ну если не таких какие описываются в книге Шмуэля и в книге касательно Давида и Шлумо то по крайней мере приближающиеся от от галилеи на севере до газы на юге и здесь как и в случае с иудой маковеем есть некая интермедиа автор если мы помним описывая победы иуды маковея какой-то момент рассказывает о том как иуда попытался и достаточно успешно сделал это заключить союз с римлянами которые обещали ему свою поддержку нечто подобное делает здесь и брат иуды Йонатан и с этого начинается двенадцатая голова Йонатан видя что время благоприятствует ему избрал мужей и послал в рим установить и возобновить дружбу с римлянами а также к спартанцам и в другие места послал письма о том же то мы не знаем что это за другие места помимо спарты мы знаем только одно с исторической точки зрения значит почему спарта здесь выделен потому что даже после того как в 146 году до новой эры фактически вся Греция подпала под власть рима некоторые центральные греческие города обладали определенной автономией такие города как спарта и афины эти города назывались свободными городами вот видимо в эти города и отправились посланники Йонатана действительно чуть ниже будут помянуты еще несколько еще несколько городов которые в 15 главе это будет эти города будут перечислены так вот они приходят с этим посланием от Йонатана и пришли они в Риме и вошли в Совет и сказали Йонатан первосвященники народ иудейский прислали нас чтобы возобновить дружбу с вами и союз по-прежнему и там дали им письма местным начальникам чтобы проводили в землю иудейскую смену очень кратко сообщается о возобновлении союза с Римом то ли потому что автор перво-маковейской книги не обладал достаточно подробными документами об этом свидетельствующими то ли потому что он не хотел повторять то о чем он достаточно подробно рассказал в истории с иудой но вот интересно что со спартой он как раз рассказывает нечто гораздо более подробное и это более подробное кажется для нас довольно таким сюрпризирующим моментом а именно вот список письма которое написал Йонатан спартанцем первосвященник Йонатан и народные старейшины и священники основной народ иудейские братьям спартанцам радоваться а это такая вполне принятая заставка в письмах грекам на греческом языке хайры радоваться еще прежде от тут написано от дария в скобках арея значит дарий по всей видимости является ошибкой и так и славе пишет ареи пара ареи значит вот этот арей был действительно спартанским царем было два таких царя в спарте которые носили это имя так вот первый из них о котором судя по всему идет речь правил в 309 265 годах до новой эры и вот здесь говорится еще прежде от арея царства царства у вас присланы были к первосвященнику хоне и леоне письма что вы братья наши как показывает как показывает список того письма судя по всему подразумевается хония первый хония первый который был первосвященником в годы 323 и 300 300 годы значит если это реальное письмо а не подделка то это относится вот к этому времени теперь удивительно значит то что здесь написано что как бы от имени спартанцев они были присланы письма что вы наши братья следует ли это понимать буквально очевидно очевидно что это не просто такое вот обращение как такое ради ради вежливости ради создания каких-то союзных отношений значит здесь утверждается некий некий вроде как факт вы наши братья как показывает список каким образом спартанцы могут быть братьями иудея это очень странно значит любопытно что во второй маковейской книге рассказывается о том что первосвященник ясон был вынужден бежать и нашел убежище в спарте как раз по этой самой причине этого во второй маковейской книге говорится буквально следующее мы даем до этого но значит это пятая пятая глава второй маковейской книги значит и вот говорится о том что ясон первосвященник ясон сам сгинул чужих краях оказавшись у лакодимонин то есть у спартанцев и надеясь на приют родства ради то есть как бы и во второй маковейской книге есть утверждение что спартанцы иудеи родственники казалось бы каким образом могут они быть родственниками это два разных народа спартанцы греки иудеи семиты откуда такая вообще идея может взяться и при этом как бы это здесь утверждается как определенный факт значит на самом деле у нас нет однозначного ответа на этот вопрос но известный греческий писатель Никотей Абдерский историк современник Александра Македонского написал что он рассказывает историю Египта и там он говорит упоминает исход евреев из Египта и в частности он там говорит что изгнанные из Египта отправились частично в Элладу а большинство отправилось в иудею под руководством человека по имени Моссес а то есть значит как бы из этого можно так с некоторой осторожностью заключить что с точки зрения Гикатея часть населения Эллады каким-то образом связана с иудейским населением теперь любопытно еще и то что одного из вождей Спарты звали согласно тому что рассказывают греческие авторы звали Удей и это да некоторые пытались как бы сблизить со словом иуда но некоторые исследователи полагают что в общем предание о родстве между иудеями и спартанцами это некая фальсификация выдумка но в общем это как бы такая загадка в качестве приложения к этой загадке я хочу обратить ваше внимание на друг на еще один момент на еще одну некоторую связь мы об этом говорили обсуждая истории Шимшона между коленом Дана и его представителем Шимшоном и Данайцами потомками Персея и одним из которых был Геракл мы когда-то обсуждали достаточно подробно параллели между историями Шимшона в книге Сурии и различными мифами которые рассказывались о Данайцах и их героях и некоторые исследователи высказывали предположение что это не случайное сходство а это какая-то генетическая связь Данайцы как известно Даниты жители Колена Дана в какой-то момент переселяется на север значит оказывается на самой северной точке самой северной фактически точке Израиля которая ближе всего к Фенихии и затем к Игельским островам а путешествия Данайца кстати говоря тоже рассказывается немало в греческих текстах вот и даже были выдвинуты предположения насчет этимологической связи между словами названием Дан и Данайцами но это как бы некоторые гипотезы которые остаются под вопросом во всяком случае существовали разные вот в эпоху второго храма разные предположения о какой-то генетической связи между иудеями между еврейским народом и некоторыми представителями греческих греческих народов здесь повторяю это спарта и дальше говорится и принял поня посланного мужа с честью и получил письмо в которых ясно говорилось о союзе и дружбе такое интересное и необычное сообщение вот и это сообщение значит как бы это сообщение о прошлом теперь же что происходит сейчас хотя впрочем на самом деле будет как бы еще несколько таких вот флешбеков говорится здесь мы же хотя и не имеем надобности в них значит вот в союзе и дружбе с вами имея утешением священные книги которые в руках наших но предприняли послать вам для возобновления братства и дружбы чтобы не отчуждаться от вас ибо много прошло времени после того как вы присылали к нам а если исходить из того что это действительно история о которая рассказывалась о хоне и первом то тогда прошло порядка ста пятидесяти лет а значит как бы посланцы ионатана говорят на самом деле нам нет военной надобности вас потому что мы как бы нашей крепостью являются наши священные книги на самом деле здесь сделан такой вот свитч такой вот переход по сравнению с тем что мы наблюдаем в Танахе в Танахе опорой и утешением является сам Бог Бог как бы он является открытым образом и становится таким вот щитом да сам Бог его имя здесь Бога заменяют священные книги в которых как бы он в которых есть его слово книги откровения да также точно к этому будут относиться впоследствии мудрецы Мишны и Талмуда да на самом деле хотя нет пророчества но откровения содержатся в самих священных книгах которые мы изучаем да и они как бы являются нашей опорой так же точно и здесь да значит на самом деле это впервые такое говорится вот в нашем тексте первой макавельской книги что именно священные книги и являются как бы щитом против врагов вот период когда нет пророчества тем не менее значит мы хотим возобновить с вами союз в какой мере да если считать что это все действительно некоторое может быть и вольное но изложение исторических фактов в какой мере посланники Ионатана не лукавит трудно сказать да вполне возможно что они в самом деле говорят то что думают и чувствуют да священные книги то что нас защищает и утешает но понятно что это делегация имела и политический смысл заручиться поддержкой спартанцев для ведения военных действий не просто так они пришли возобновить с ними союз и говорится здесь мы постоянно мы постоянно во всякое время как в празднике так и впрочем установленные дни вспоминаем о вас при жертвоприношениях наших и молитвах как должно и прилично вспоминать братьев снова так они их называют братьев мы радуемся о вашей славе нас же обстоят многие беды и частые войны ибо воевали против нас окрестные цари здесь конечно имеется ввиду в первую очередь селевкидские цари но мы не хотели беспокоить вас и прочих союзников и друзей наших в этих войнах ибо снова мы имеем помощь небесную помогающую нам мы избавились от врагов наших и враги наши усмирены опять же в какой мере в какой степени можно говорить о том что враги они полностью усмирены это своего рода такая гипербола потому что Йонатану все равно приходится сражаться и он понимает что чем более серьезной военной поддержкой он заручится тем более прочным будет его положение как поддержка Рима так и поддержка Спарты теперь же говорится здесь то есть мы избрали Нуминия сына Антиохова и Антипатра сына Ясона и послали их римлянам возобновить дружбу с ними и прежний союз судя по всему Ясон который здесь является отцом Антипатра это тот Ясон которого Иуда Маковей посылал в Рим так что здесь есть как бы некоторая преемственность а еще поручили иметь и к вам приветствовать вас и вручить вам письма от нас о возобновлении и с вами нашего братства и вы хорошо сделаете ответив нам на них здесь приводится список письма которые послали спартанцы о ней на самом деле место этого списка должно было бы быть там где об этом говорится почему-то это здесь в качестве такого аппендикса приложения вот насколько это действительно реальный исторический документ мы не можем с точностью судить каким именно архивом располагал автор первой маковейской книги царь спартанской хонио первосвященнику радоваться найдено в писании о спартанцах иудеях написано напрямую что они братья и от рода авраамова теперь когда мы узнали об этом вы хорошо сделаете написав нам о благосостоянии вашим мы же уведомляем вас скот ваше имущество ваше а что у нас есть то ваше и мы повелели объявить вам об этом на этом как бы вот этот флешбек заканчивается и история связанная с с прошлым заключением союза с спартанцами здесь на ней поставлена точка любопытно значит мог ли в самом деле спартанский царь арей утверждать про себя что он происходит от рода авраама а мы знаем что на самом деле в эпоху второго храма как бы вслед за тем что написано в торе постоянно делались попытки каким-то образом навести порядок в генеалогии разных народов но как раз по поводу греков нигде не говорится что они потомки авраама греки потомки сына согласно торе сына ноаха ефета вот вот здесь вот такая любопытная деталь значит судя по всему во втором веке до новой эры это было как бы некоторым таким вот принятым представлением по крайней мере мы видим что это и в первой и во втором маковейской книгах об этом говорится родстве спаратланцев и иудеи и мы да скажи вот то что они начали ваши имущества ваши наши а что у нас ваше что в таком порядке это не хамство ну я не знаю смотри здесь как бы это я не знаю можно ли так так это понять скорее это такое как бы наоборот установление паритета то что вам принадлежит нам принадлежит то что нам принадлежит вам принадлежит это немножко напоминает то как там это правда был псевдо союз в результате но то как в торе книги берешит описан союз между жителями шхема и братьями Дины да сыновьями Якова когда значит как бы после предложения которое сыновья Якова делают значит Хамор и его сын Шхем приходят к воротам города и говорят вот эти люди они хотят с нами заключить мир и у нас будет свободная торговля и значит мы отдадим им они отдадут нам в жены их своих дочерей мы им отдадим наших дочерей вот и мы будем одним народом микнехем викиньянам вихольбегемтам аллот ланухем значит все их имущество принадлежит нам будет принадлежать нам и тут кстати не сказано что наше имущество будет принадлежать им но фактически это подразумевается да это как бы такой паритетный союз вот так что я не думаю что это можно как определить как такое неуважение вот ну хорошо значит мы дошли здесь как бы это интермедиа закончилась и мы дошли фактически до последнего 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 последних эпизодов которые связаны с Йонатаном и его трагической гибелью о чем мы уже будем читать видимо в следующий раз время наше в общем вышло так что если какие то есть вопросы и замечания то их сейчас самое время высказать дима скажи пожалуйста аза понимается газа аза понимается в тех границах которые вот мы имеем не знаю сейчас что это город газа или это нечто другое наподобие днебрак который находится сейчас и который был раньше нет нет это имеется ввиду город газа тот который и сейчас существует более-менее ну он конечно был меньше тогда вот но в общем это город газа а что окружало этот город что значит проживал ну город город но это одно место а рядом там проживало в разное время разное население исходно ханаанское население потом там были филистимляне потом после Александра Македонского там уже как бы было грекоязычное население да как бы колонисты греческие колонисты и вот и после завоеваний хасманеев вот юнатана а потом Александра там постепенно разрастается еврейское присутствие как бы этот город отчасти такого смешанный вот ну а дальше там уже отдельная история да потом там появятся арабы еще до этого там как бы в этом городе будут жить вместе евреи и христиане а потом арабы ну и так далее вот в общем это та самая газа спасибо еще вопросы замечания да если можно вопрос просто вот то что для меня на самом деле был достаточно достаточно поразительно это связь все таки все таки спарты как связали спарту вот с с нами с идеей вот как все таки это какие то есть в общем то с я еще помимо помимо этих вот первого первого послания бакави 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 есть какие то еще данные могут со стороны спартанских источников или римских или каких то еще что в этой связи никаких нет вот я привел то что говорит дикаты абдерский вот значит ну в общем в общем нет никто никто об этом больше не пишет то есть судя по всему это было опять же я как бы мы не можем мы не можем знать что думали сами спартанцы об этом да потому что здесь приводится текст послания ария царя спартанского я сам на самом начале сказал что у нас нет доказательств того что это действительно реальный документ возможно да возможно нет очевидно что для иудейских авторов второго века до новой эры это известная вещь да вот это родство между спартанцами и иудеями потому что два совершенно разных автора один пишет на иврите другой пишет по-гречески автор первой макавейской книги автор второй макавейской книги находящиеся в разных местах один в Иерусалиме другой в диаспоре утверждают эту вещь да значит возможно что это просто мифологема возможно что за ней еще что-то стоит да значит не очень легко себе представить спартанского царя ария который который говорит о том что он происходит от авраама что мог знать в самом деле в четвертом веке до новой эры царь спарты об аврааме не забудем что тора на тот момент еще не переведена да вот это сообщение гикатея абдерского самое раннее о неких как бы представлениях об исходе из эгипта еще на самом деле до перевода тора на греческий язык вот описывает это как некую известную историю водка на во многом не совпадает с тем что есть в торе вот он там вот говорит что часть часть людей вышедших из египта пошли в спар пошли в элад и поскольку среди этих людей среди этих людей упоминаются гикатея донай и кадм то действительно кадм связан с с основанием спарты да то значит какая то вот такая сложная косвенная цепочка отслеживается но сверх этого в общем сказать ничего нельзя спасибо есть еще какие то вопросы замечания ну если нет тогда мы сегодня завершим я завершу тем начал значит как бы это древняя история конечно много что изменилось и тем не менее какие то вещи которые здесь описаны оказываются достаточно релевантными по отношению к нашей сегодняшней действительности я не пытаюсь давать оценки оценку и говорить кто право кто нет да но по крайней мере ряд сегодняшних политических не только политических деятелей в Израиле говорят о том что единственный способ разрешить проблему связанную с газой это привести к уходу оттуда местного населения и к заселению этой территории Израилем по крайней мере возобновлению бушкатифа и расширению этого этих поселений на весь север газы и это не не мне судить по крайней мере не сейчас насколько это реалистично и правильно но это как раз то чем занимались первые хасманейские вожди йонатан затем его брат Шимон его сын Йоханан Геркан и впоследствии печально известный сын Йоханана Геркана Александр Янай вот они этим занимались и и надо сказать что это видимо был довольно действенный прием по крайней мере с ними считались вот ну хочется только завершить тем что будем надеяться на победу Израиля сегодня на освобождение несчастных заложников и на то что зло которое явило свой отвратительный лик в образе хамаса будет повержена спасибо за внимание и до встречи на следующей неделе спасибо окей да все вот вот пока спасибо и спасибо